Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел Фатару и сегодня у нас на обзоре среднеформатная камера от Fujifilm GFX100S и мы посмотрим на что способна эта камера. Погнали! Эта камера имеет разрешение 102 мегапикселя и размер сенсора практически 44 на 33 миллиметра, что на 70% больше, чем full frame, к которому мы все привыкли. Также, что для среднего формата вообще колоссальные возможности дает стабилизация матрицы. Здесь это пятиосевая стабилизация, что позволяет вам снимать с рук даже в принципе на достаточно длинных выдержках для среднего формата, естественно. Также здесь есть 14-битный RAW и 16-битный RAW, что позволяет вам на постпродакшн потом достичь просто колоссальных результатов обработки. Ну и в целом вообще размер сенсора позволяет вам получить такой гигантский динамический диапазон, который, честно говоря, ни с одной 35-миллиметровой камерой даже рядом не стоял. В этой камере установлен X-Processor 4, который также установлен во всех современных камерах Fuji. Мы делали недавно обзор на камеру Fujifilm XS10, посмотрите его, много чего интересного узнаете. В этой камере гибридный автофокус для среднего формата, это просто колоссальный скачок вперед. Гибридный автофокус позволяет вам работать с распознаванием лица в кадре, с заслежением за глазом модели. На самом деле это очень круто, ни в одной среднеформатной камере на таком уровне подобная функция реализована еще не было. Диапазон ISO в этой камере от 100 до 12800 и в расширенном режиме от 50 до 1002400. На самом деле этот диапазон очень большой. Что касается серийной съемки, эта камера поддерживает съемку 5 кадров в секунду, что для среднего формата тоже на самом деле очень-очень даже здорово. В этой камере реализовано три типа затвора, это электронный, механический и электронная передняя шторка. Кстати, расширенный диапазон ISO не работает с электронным затвором. Кроме всех перечисленных возможностей, эта камера также позволяет вам снимать видео, причем всем своим здоровенным сенсором. Максимальное разрешение видео это 4К, частота кадров 30 кадров в секунду и все, что вы снимаете, сохраняется на флешке стандарта SD, UHS-2. Здесь есть два слота для этих карт. Эта камера работает на аккумуляторе NPV235, такой же установлен в Fujifilm XT4. На самом деле аккумулятор хоть и небольшой, но по емкости он позволяет вам сделать до 460 снимков по полном заряде и мы сегодня проверим, так ли это. Несмотря на то, что это среднеформатная камера, она выполнена в достаточно компактном корпусе и по размерам сопоставима с зеркалками полноформатными. Она имеет пылевлагозащиту, экранчик у нас здесь откидывается как вверх, так и вниз и еще имеет свойство наклоняться для вертикальной ориентации. Что касается кнопочек, их здесь не так много, но все они кастомизируются и для большинства условий работы этого хватает. Одна из них находится на фронтальной части камеры, вторая кнопочка это кнопка поправки экспозиции, на нее также можно назначить другую функцию. Диски регулировки выдержки и диафрагмы имеют еще нажатие, на которое вы также можете поставить необходимую вам функцию. Верхние две кнопочки и задней стороны кнопка Q, кнопка IEL и кнопка iPhone также могут быть настроены под другие функции, которые вы чаще всего используете. Кроме всего прочего, на корпусе присутствует переключатель между фото и видеосъемкой, кнопочка Drive нужна для того, чтобы вы выбирали скорость съемки, работали с брикетингом, либо выбирали режим Multishat. На самом деле это тоже очень удобно. Также очень удобно, что на корпус выведен отдельный переключатель работы с фокусом, то есть вам не нужно во время съемки заходить в меню, либо делать какие-то другие манипуляции для того, чтобы переключить режимы фокусировки. Эта камера обладает встроенным электронным видоискателем с разрешением 3,69 мегапикселя. Видоискатель достаточно яркий, имеет стопроцентное покрытие и увеличение 0,77 при съемке на 50-мм линзу. Также у нас здесь есть отдельный экранчик, который находится сверху. Он отображает либо настройки камеры во включенном состоянии, либо в выключенном состоянии. В двух вариациях это можно видеть, и что очень на самом деле удобно, он показывает в реальном времени гистограмму. На самом деле это тоже такой очень удобный момент, потому что удобно контролировать это, не глядя непосредственно на большой экран, в котором удобнее оценивать картинку, а вот по верхнему экрану уже смотреть на гистограмму, чтобы она не закрывала часть изображения. Верхний экран также обладает интересной особенностью, даже при выключенной камере, но подключенной к источнику питания, он в реальном времени будет показывать вам заряд батареи. И у него есть еще подсветка, то есть в зависимости от того, в каких условиях вы работаете, вы можете выбрать темный фон, либо светлый. Камера обладает всеми необходимыми разъемами, среди которых у нас есть USB Type-C для зарядки, либо для подключения к компьютеру, mini HDMI, разъем для синхроконтакта для подключения вспышек, также выход на наушники и на микрофон. Корпус камеры выполнен достаточно удобно, даже крупной мужской рукой его держать очень легко. Единственное, что у меня немножко, я делаю так, чтобы у меня мизинец свисал. Все кнопки выполнены, находятся на нужных местах, и с ними действительно удобно работать даже одной рукой. То есть смотрите, я спокойно регулирую что одно колесо, что другое колесо. Ну, конечно же, камера достаточно тяжелая, то есть вес этим объективом порядка 1300 грамм, и, ну, приходится чаще всего работать двумя руками, но никакого дискомфорта не возникает. Что касается экрана, также стоит отметить, что кроме того, что он откидной и классного качества, он также еще и сенсорный. И кроме выбора точки фокусировки, вы еще можете настроить органы управления, то есть свайпами влево, вправо, вверх, вниз вы можете выводить необходимые вам функции. Несмотря на то, что среднеформатные беззеркальные системы – это такое достаточно новое явление фотоиндустрии, но у компании Fujifilm уже есть целых 12 объективов и один телеконвертер под эти системы, и покрывают они фокусные расстояния, начиная с 23 мм до 250 мм. То есть, в принципе, любые фокусные, с которыми работают фотографы, здесь есть. Ну что, про основные технические характеристики и визуальные особенности я вам рассказал. Теперь давайте посмотрим, как она ведет себя в жизни. Погнали тестировать! Ну что, мы сейчас находимся в достаточно контрастном таком месте. Обратите внимание, у нас сверху прямой солнечный свет, а по остальным стенам все достаточно темно. Интересно посмотреть, как камера справится с таким большим перепадом яркости. Я сейчас намеренно делаю недоэкспонирование кадра примерно на одну ступень, даже получается чуть больше – 1,1 ступени, потому что светлые участки у меня, в принципе, видны хорошо. Кстати, одна очень интересная и важная особенность. Смотрите, при съемке мы можем увеличить просто ту часть кадра, на которой мы фокусируемся. Вот я сейчас увеличил и понимаю, что по светлым участкам экспозиции, ну, даже, наверное, вот, ну, восьмерка, да, это вот то, что нужно. Окей, отключаем приближение, и вот теперь уже с этой экспозицией делаем пробный кадр. О, вот это вот, вот здесь, смотрите, насколько большой контраст, насколько сильный перепад яркости, и интересно посмотреть, как с этим справится камера. Класс! Думаю, что вам на видео тоже это заметно. Смотрите, в темных участках у нас везде присутствуют детали, и в светлых соответственно, потому что, как я раньше чуть-чуть сказал, что делал я экспозицию непосредственно по ярким участкам. И сделаем сейчас еще одну такую интересную атмосферную картинку. Опять же, из-за прямого солнечного света у нас такие есть интересные блики по асфальту, и сейчас мы возьмем их в кадр. Сейчас я также делаю экспозицию с расчетом на яркие светлые вот эти пятна. Все остальное у меня уходит в тени, но, несмотря даже на это, снимок получается прям очень атмосферный. И мне еще интересно на этапе постпродакшена, как отработается цвет внутри арки. Будет ли его видно. Пока даже вот при увеличенном изображении непосредственно на экране камеры видны вообще все детали в тенях. Что касается синтетических тестов, эта камера позволяет абсолютно спокойно вытягивать даже пять ступеней экспозиции. Практически не сыпется картинки, шум появляется, конечно же, но он не такой критичный. А для 100 мегапикселей это просто вообще какой-то нонсенс. Можно вытянуть как бы и больше, чем пять ступеней. То есть, если вы Shadows и Blacks вытянете также в максимум, даже при таком колоссальном запасе все равно на мишени видны все цветовые переходы. А вот что касается светлых участков, здесь запас не такой большой. Хотелось бы, конечно, больше, но по факту мы имеем приблизительно полторы ступени экспозиции. Поэтому, работая со средним форматом, конечно, лучшие снимки немножко не додерживают. Для того, чтобы вы потом лучше могли работать со светом, а с тенями все, как я уже и сказал, отлично. Мы продолжаем снимать в высококонтрастных локациях для того, чтобы максимально протестировать возможности динамического диапазона камеры. Сейчас у меня в кадре была арка. Фасад светлый здания и внизу под мостом очень темные участки с цветной такой, цветной зелененькой водичкой. Так вот, на снимке, даже на необработанном, сейчас прекрасно видны и детали в тенях, и даже детали под мостом. На самом деле, для необработанного снимка это очень круто. Ну и экстремальный тест для динамического диапазона. Мы сейчас находимся в тени в арке. Напротив нас очень хорошо освещенное светлое здание. Есть окошко, через которое, опять же, видно то же самое здание. И интересно посмотреть, как это все отработает камера. На самом деле, даже на экране я сейчас вижу детали в тенях, пусть их, ну, как бы не так много, да, то есть неотчетливо видны все-все-все нюансы, но, в принципе, ступеньки и даже фактуру на колоннах, да, на мрамотных я вижу. То есть после обработки этих деталей будет гораздо больше, и картинка будет смотреться прям максимально натурально. Сейчас вы видите два кадра, которые сняты в одинаковых условиях, на одинаковых настройках, но двумя разными камерами. Одна из которых это стандартная беззеркальная камера современная, полнокадровая, а вторая это среднеформатная камера. Как вы видите, динамический диапазон отличается очень сильно. Поскольку мы находимся сейчас в Питере, а это пора белых ночей, снимать ночью не получается достаточно светло все. Поэтому мы решили сделать тест ТСО непосредственно днем в яркую солнечную погоду. По сюжету, что у нас сейчас будет на снимках. У нас здесь есть и переходы цвета, и мелкие детали, и темная часть кадра. То есть кадр поделен примерно пополам освещенностью. Таким образом, мы сможем увидеть, как в тени ведет себя камера при увеличении ISO, и как на свету. Ну что, мы сделали по снимку на каждой целой ступени от ISO 100 до 12800, то есть на стандартных значениях ISO. И честно признаюсь, на ISO 12800 складывается ощущение, что снято это на ISO 400. С учетом гигантского разрешения в 100 мегапикселей, видны все детали, мелкие, все переходы цвета. Ну, на самом деле, это какой-то космос. Мы сейчас хотим еще поснимать на расширенном диапазоне ISO, но для этого света в сцене слишком много, поэтому мы будем использовать сейчас ND-фильтр. Ну что, это какое-то чудо. На самом деле, при ISO 100 2400 качество картинки такое, как, в принципе, на современных беззеркальных полнокадровых камерах мы видим на уровне где-то 6400. Сейчас мы снимали в 16-битном RAV, и, как вы видите по графику, в 14 битах шума чуть меньше, а большая разница начинается уже со значений ISO 1000, и дальше с каждой ступенью эта разница все сильнее и сильнее. В целом, 16-битный RAV нужен тем, кто работает с цветом и для кого очень важно сохранить переходы всех полутонов. Допустим, это рекламная фотография, это может быть съемка каких-то исторических или музейных экспонатов, тех же самых картин, то есть, в принципе, репродукция. Разница между объемами 210 мегабайт для 16-битного RAV и 110 мегабайт для обычного RAV. Но если вам не нужны все вот эти вот переходы и заморочки с цветом, смело используйте 14-битный режим, позволит вам это и сэкономить место, и получить менее шумные картинки на высоких значениях ISO. Что касается автофокуса, еще раз хочу повторить, что для среднего формата то, как он работает, это просто некий прорыв. Даже в очень сложных условиях съемки, в неконтрастных сценах, камера прекрасно фокусируется на любые сложные поверхности. Сейчас, как вы видите, я работаю в достаточно темном помещении, у меня здесь нет никакого контраста, и вот гибридный автофокус прекрасно отрабатывает даже на фактурные и мраморные стены. Кроме того, что автофокус этой камеры отлично работает в стандартных условиях съемки, ну и в более сложных, также он имеет еще возможность отслеживать объект съемки. То есть, когда ваш объект перемещается в кадре, камера отслеживает его, и даже если объект выходит за рамку кадра, камера запоминает, где он находился, и снова ловит его в фокус. Давайте более подробно поговорим про видео. Эта камера поддерживает в максимальное разрешение 4К 30 кадров в секунду, при записи на внешний рекордер она поддерживает 4.2.2, при записи на флешку 4.2.0, 10 бит. Опять же, поддерживается F-Log. И еще один важный момент. Если вы хотите записывать с битрейтом 400 мегабит в секунду, то вам нужна достаточно быстрая издишка. И еще одна классная функция. В этой камере есть помощник F-Log. То есть, съемка непосредственно происходит в формате F-Log, а на экране вы видите более контрастную картинку, а не плоскую и серую. Это позволяет лучше работать с экспозицией и с контрастом. При съемке стандартного видео вы остаетесь в диапазоне между ISO 100 и 12800. Здесь расширенного диапазона нет. При съемке Lock минимальное ISO находится на значении 800, но даже на этом значении никакого шума нет. В принципе, даже поднимая ISO до 3200, шум не проявляется так, чтобы он начинал мешать восприятию снимка. Опять же, ISO 800, особенно в солнечную погоду, достаточно много света дает на матрицу, поэтому при съемке вам придется или сильно закрывать диафрагму, что, опять же, не в каждых условиях вам подойдет, поэтому используйте ND-фильтры. Ну и как вы видите сейчас на видео, даже без применения F-Log, динамический диапазон у этой камеры очень широкий и видео получается очень красивое. Ну что, сейчас мы протестируем видео возможности этой камеры. Мы используем в качестве стабилизатора Zhiyun Crane 2S. Также у нас сейчас надет ND-фильтр для того, чтобы мы могли снимать на открытой диафрагме. Снимаем мы сейчас в лог-формате 4К, 30 кадров в секунду и со следящим автофокусом. Как видите, у меня сейчас камера подключена к стабилизатору. Ну, единственное, что управление камерой недоступно для этого стабилизатора, но камера заряжается от стабика. Ну, а сейчас мы поснимаем видео, но уже не в лог-формате, а в обычном. Цвета тоже, на самом деле, выглядят очень натурально. Виден динамический диапазон среднего формата. Действительно, его видно даже на небольшом экране. Ну, что касается видео, в лог-формате, конечно, динамический диапазон гигантский. У нас не было никаких завалов ни в цвета, ни в тени, с учетом того, что мы находимся в очень контрастной сцене. При съемке не в лог, а в обычном цветовом пространстве, есть заметные пересветы, но модель выглядит очень объемно. Ну, опять же, вы видите, в каких условиях мы снимаем. Разница в экспозиции, ну, наверное, порядка семи ступеней точно между освещенными участками и теневыми, в которых находимся мы. Ну что, теперь давайте посмотрим, как все те же самые возможности реализованы в портретной съемке. Сейчас мы будем делать крупные планы. Я использую объектив 80 мм 1.7. У меня установлен следящий автофокус по лицу и по глазу модели. Посмотрим, как он будет отрабатывать. Поскольку мы снимаем на средний формат, и диафрагма 1.7, это даже для полного кадра достаточно открытая диафрагма, я нахожусь сейчас к модели очень близко, и глубина резкости прям крошечная. Поэтому любой сдвиг вперед-назад уже повлияет на фокусировку. В целом камера справляется сейчас отлично. Что касается динамического диапазона, также важно отметить, что скинтон сейчас прям прям вообще очень-очень натуральный и естественный. Единственное, что получается так, что у меня половина лица модели освещено, половины нет. Сейчас будем выдвигать ее больше на свет. Мы сейчас находимся в достаточно контрастных условиях освещения. Модель находится в тени, за ней прямой солнечный свет. Я сейчас намеренно картинку делаю чуть более темной, для того, чтобы позднее пост-продакшн немножко вытянуть тени, ну и посмотреть, на что способен динамический диапазон среднего формата. Ну что, крупные кадры у нас есть. Давайте теперь поснимаем более общие планы. На мой взгляд, очень удобно, что гистограмма выведена на верхний экран. Таким образом, я полноценно могу визировать картинку, не отвлекаясь ни на какие графики, а вот на верхнем экране смотреть, что у меня происходит с освещением. По гистограмме я сейчас вижу, что никаких завалов ни в свет, ни в тень у меня нет. Фокус даже на таком расстоянии. Камера прекрасно понимает, где ближайший глаз модели к кадру и держит его в фокусе. О, отлично. Для того, чтобы больше акцентировать внимание на модели, я стараюсь захватывать еще что-то на переднем плане. То есть справа парапет, он у меня также попадает в кадр. Ну что, мы продолжаем. Мы нашли снова такую освещенную локацию. По-прежнему я использую полностью открытую диафрагму, для того, чтобы глубина резкости была маленькая и максимально отчетливо выделить модель. Сейчас я работаю на выдержке 1,005 секунды и мой режим затвора сейчас установлен на механический плюс электронный. То есть когда выдержка становится короче 1,004 секунды, затвор автоматически переключается в электронный. И здесь я могу уже регулировать выдержку вплоть до 1,006 секунды. К сожалению, не могу не отметить, что при интенсивной съемке, когда модель постоянно меняет позы, и то отворачивается на камеру, то поворачивается, все-таки следящий автофокус дает ошибки. Ну, наверное, из 10 кадров 1, может быть 2, оказываются не идеально резкими. Но не стоит забывать, что речь идет о среднем формате и сравнивать его работу с беззеркальными современными камерами, но все-таки не получается. Вообще, в принципе, средний формат это всегда долго, это съемка со штатива, это проблемы с фокусом, но здесь вообще нельзя сказать, что это какие-либо проблемы. А сейчас давайте протестируем серийную съемку. Я установил сейчас максимально возможные 5 кадров в секунду. Давайте посмотрим, как камера с этим справится. Я буду использовать следящий автофокус, модель будет меняться. Погнали! Сейчас я специально расположил модель спиной к солнцу. Мы находимся, опять же, в достаточно контрастной сцене. И мне интересно, как на постпродакшн потом я смогу вытянуть эти картинки. Ну, и вообще, честно говоря, хочется оценить, как будет выглядеть сейчас скинтон в намеренно недоэкспонированной сцене. Ну что, хочу отметить, даже визуально оценивая кадр по экрану, вернее, по видоискателю, очень широкий динамический диапазон. То есть я на снимке вижу, как небо, причем в контровом освещении все прекрасно проработано. Также я вижу все переходы света и тени на лице модели, несмотря на то, что они ближе к теням. То есть полностью черного цвета у меня здесь даже нет. Это прям очень удивительно. Мне кажется, ни одна 35-миллиметровая камера с этим не справится. Сейчас мне интересно протестировать стабилизатор, как работает в этой камере. Наряду еще и со стабилизатором, который находится непосредственно в линзе. Я сейчас использую объектив 100-200 с постоянной диафрагмой 5,6. Выдержка у меня сейчас достаточно длинная. Я использую 1,5 секунды. И мне интересно, получится ли состабилизировать и сделать резкую картинку, снимая с рук. Ну что хочу сказать. Смотрите, даже на 1,5 секунды, в принципе, с рук снять возможно. Есть некоторый микросмаз, но опять же, при разрешении в 100 мегапикселей, ну это можно простить. Я думаю, что если я лкну, давайте я попробую длинить выдержку, длиню выдержку до 1,3 секунды. Но это прям даже для зеркальных камер слишком длинная выдержка. И тем более для длинной линзы. Даже на 1,3 секунды, в принципе, можно снять с рук. А если присмотреться на 100% кропе, да, видно, что резкость не идеальная. Есть микросмазы, но посчитать это прям действительно смазом достаточно сложно. В принципе, стабилизатор отрабатывает отлично. Так, ну и супер тест, 200 миллиметров, съемка с рук на 1,3 секунды. На 200 миллиметров смаз уже виден сильней. Опять же, если бы я сейчас снимал даже на фулл фрейм камеру, наверное, с 30-40 мегапикселями разрешением, то эта картинка меня бы устроила. Но я понимаю, что это 100-мегапиксельный сенсор, и здесь смаз уже виден, заметен, идеальной резкости нет. Ну что, давайте я сейчас буду увеличивать ISO. Выдержку я буду укорачивать для того, чтобы избежать смаза. Посмотрим, на что способна эта матрица на уровне со скинтоном и с высокими значениями ISO. Отлично, на самом деле на ISO 1600 все детали мелкие, отлично считываются. Что касается цвета, он никак не изменился. Выглядит все очень натурально и естественно. Прям-прям впечатляет, честно говоря. Как светлые, так и темные участки проработаны очень хорошо. Давайте сейчас попробуем. Я нарочно сделаю выдержку еще короче, чтобы у меня проработалось небо за моделью. Несмотря на увеличение ISO, динамический диапазон. Виден даже на экране, что в тенях у нас есть очень плавные переходы. Есть и детали, и переходы цвета, полутона. На самом деле выглядит все это очень здорово. И по гистограмме у меня нет никакого завала в тень. С учетом того, что очень яркое небо за моделью также не ушло в пересветы. Ну что, даже на таких экстремальных значениях, как 6400, для среднего формата это вообще, честно говоря, космос. Но, несмотря даже на такое большое значение, картинка выглядит очень натуральной. И вообще никаких проблем не возникает с изображением. То есть оно не сыпется. Конечно, детализация чуть-чуть становится меньше. Наверное, она опускается до уровня, ну да, где-то порядка 35, может быть, там 40 мегапикселей. Но этого все равно более чем достаточно. Ну что, сейчас мы будем работать с дополнительным светом. В качестве приборов мы будем использовать B1X, это 500 джоулей, и второй приборчик это B10 на 250 джоулей. Снимать мы будем в контровом освещении. Опять же, интересно посмотреть, как будет динамический диапазон работать с дополнительным светом. Что касается синхронизации, стандартная синхронизация 1,125 секунды. Мы сегодня будем работать с передатчиком, который поддерживает даже TTL режим. Посмотрим, как будет работать высокоскоростная синхронизация. Важно, что сейчас я буду использовать ноутбук для того, чтобы, ну, как плейбэк. Я буду на нем видеть сразу результат. Подключено это все дело у нас через кабель Tether Tool. Важная штука, когда вы используете кабель для подключения к ноутбуку, позаботьтесь о том, чтобы он крепился к камере. Иначе можно неудачно наступить на кабель, как-то его дернуть и вырвать гнездо. Сейчас мы снимаем с синхронизатором. Я снимаю на полностью открытой диафрагме и на короткой выдержке. Здесь высокоскоростная синхронизация поддерживается автоматом. То есть сейчас у меня 1,002 секунды. Я думаю, что максимально короткая выдержка мы посмотрим ее чуть позже, когда будем снимать на объективе с диафрагмой 1,7. Съемку мы ведем сразу в программу Capture One Pro. Одна такая важная особенность. Lightroom поддерживает RAW снимки этой камеры, но не поддерживает удаленную съемку. Capture One Pro поддерживает. Еще одна интересная штука. Я знаю, что вы все слышали про профили камер в Fujifilm, которые встроены внутрь тушки. Так вот, они применяются, конечно же, только к чпеку. RAW формат вам и будет их показывать, но когда вы сбросите на компьютер, эти настройки все и стили обнуляются. Но и в Capture One Pro, и в Adobe Lightroom есть эти профили. То есть вы можете, в принципе, накручивать их уже после съемки. Мы сейчас снимаем в контрастном освещении. Закатное солнце и большой софтбокс 3х4, 500 джоулей. Но недостаточно мощности. Хотелось бы тысячу, но нету. Поэтому, чтобы увеличить интенсивность света, я сниму фронтальный рассеиватель на... Со снятым рассеивателем света стало больше, приблизительно на одну ступень. И как раз это то, что мне и нужно. Еще один момент, который хочу отметить. Сейчас мы снимаем против солнца. Модель вот в кадре, она видна практически как силуэт. Но даже в таких сложных условиях камера прекрасно фокусируется, следит за лицом модели, то есть никаких проблем не возникает. На самом деле, для среднего формата это круто. Сейчас мы снимаем на MacBook Pro на процессоре M1 и скорость передачи снимка примерно 2,5 секунды. Напомню, что мы снимаем 16-битный RAW и один файл весит порядка 210 мегабайт. Я использую в своей работе другой MacBook на процессоре Intel и там задержка загрузки снимка порядка 5 секунд. Да, ой, круто. И пока держи, пока держи позы. Сейчас я... Шибнет обратно, руку обратно. И держи пока ничего, пока не делай. Мы сейчас изменили локацию, будем снимать на такой большой открытой местности. В качестве линзы я буду использовать 80 мм 1,7. Мне позволит это отделить модель и очень сильно размыть фон. Потому что, еще раз, мы снимаем на средний формат, 80 мм 1,7 диафрагма дает очень маленькую глубину резкости. Вы увидите сейчас это по снимкам. Что касается освещения, в качестве контрового света и моделирующего у нас выступает закатное солнце. Оно такое очень теплое. И плюс у нас в локации свет переотражается. Создает такое очень действительно теплое летнее настроение. В качестве рисующего света, все тот же софтбокс, вспышка Profoto B1X на максимальной мощности. Поскольку я снимаю на открытой диафрагме, в условиях достаточно интенсивного яркого солнца, без высокоскоростной синхронизации никак бы не обошлось. Сейчас у меня выдержка установлена на 1,004 секунды. Мы работаем с механическим затвором, потому что электронный затвор не поддерживает высокоскоростную синхронизацию. А вот без нее, напомню, он способен выдавать выдержки вплоть до 1,16 тысячной секунды. Лучше чуть больше на свет, чтобы ты была развернута на прибор, да. Ну что, наш тест камеры Fujifilm GFX100S подошел к концу. И что хочется сказать в заключении. Вы получаете совсем другой опыт использования среднего формата, благодаря тому, что здесь переработана система автофокуса так, что вы практически не замечаете разницы между работой с зеркальной техникой. Конечно же, она есть, но все равно для среднего формата, на мой взгляд, это гигантский прорыв. Здесь есть и слежение за лицом модели и за глазом модели. Здесь есть трекинг объектов. Даже в очень сложных условиях гибридный автофокус позволяет вам получать резкие кадры быстро и точно фокусироваться там, где вам нужно. Конечно же, я не могу не отметить огромный динамический диапазон этой камеры. На самом деле, это просто взрыв головы. Вы сразу получаете настолько детализированный широкий динамический диапазон, который позволяет вам, в принципе, даже не вмешиваться потом в обработку этих снимков. А что касается обработки, запас там просто колоссальный. Как я и говорил уже на видео, даже 10 ступеней можно вытянуть. То есть, конечно, это вряд ли можно назвать прям рабочим материалом, но, в принципе, такой колоссальный запас. Это очень приятно. Профессионалы обязательно его оценят. На мой взгляд, эта камера прекрасно подойдет продвинутым любителям, ну и, конечно же, профессионалам. Если вы занимаетесь рекламными съемками, либо профессиональной съемкой интерьеров, или архитектурой, или пейзажей, как раз-таки это то, что вам нужно. На самом деле, это достаточно компактный корпус. Я думаю, все профессионалы привыкли к тому, что техника занимает достаточно много места. Это здесь, опять же, средний формат, но в корпусе сравнимом по размеру с зеркалками полнокадровыми. Что касается эргономики, все, на мой взгляд, очень удобно, практично. Нету каких-то... Камера не перегружена дополнительными какими-то кнопками. Через меню все очень легко, просто выбирается. Настраиваемые кнопки настраиваются под вас и под ваши нужды. Про объективы также я хочу отметить, что линейка достаточно широкая. И на сегодняшний день уже покрывает фокусные расстояния от 23 мм до 250 мм. И в системе есть еще один экстендер. То есть, в принципе, для любого рода съемок объектив вы под себя подберете. Относительно батареи. Тоже для меня, на самом деле, очень приятен тот факт, что я могу работать, подключив... Не нося с собой еще дополнительные какие-то аккумуляторы, а работая как раз-таки с пауэрбэнком. Потому что он всегда с вами есть в путешествии, да и на любой съемке вы заряжаете телефон, вы заряжаете какие-то другие аксессуары и напрямую работаете с камерой, подключенной к нему. И самое основное, что я хочу сказать, камера получилась действительно очень удачная. Особенно, если мы будем учитывать цену, которую вы платите за то, чтобы войти в средний формат. Ну, конечно же, ценник достаточно сильно кусается. Это порядка 500 тысяч рублей за тушку, но объективы здесь не очень дорогие, то есть их нельзя сравнивать с системами Hustleblood, Phase One и прочих производителей среднеформатных камер. Действительно, порог входа гораздо ниже, а качество, которое вы получаете, ну, просто несравнимо по отношению с 35-мм форматом. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокольчики, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok